Укрепление духа в коллективе проходит на футбольном поле. В этом убедились игроки 16 команд, представляющих различные юридические ведомства Одесского региона, которые собрались в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Во втором турнире, посвященном Дню юристов, приняли участие полиция, прокуратура, СБУ, адвокаты, пограничники, судьи, журналисты и множество других команд. Во-первых, это здоровье, это все-таки, и кроме того, это интересное занятие. Люди приходят, не просто так они собираются на турниры, команды тренируются, команды пикированы очень хорошо, то есть и одеты, и мячи, то есть люди занимаются конкретным делом, которое является и отдыхом, и как бы частичкой здоровья, которую они получают от занятия футболспортом. Победитель прошлогоднего розыгрыша команды СБУ в этом году дошла до полуфинала. Более того, экс-чемпионам не удалось зацепиться и за бронзовые награды. В захватывающем матче за третье место с командой военной прокуратуры на последних секундах решающий гол провел Сергей Гомоненко. 3-2. Матч складывался напряженно. Третье место, это, в принципе, хотели первое занять. Мы уже тренируемся, год участвуем в соревнованиях, то есть по прокуратуре чемпионат города будем заявляться, играть. Ну, как бы это неспроста, как бы чуть-чуть не повезло. Для нас третье место, ну, я считаю, это отрицательный результат. А вот в финале пограничники камня на камне не оставили от полицейских. Уверенная победа 6-3. И это при том, что игру из-за травмы пропускал лучший игрок турнира Сергей Вдовиченко. В прошлом году у нас немного не получилось, мы проиграли адвокатом в полуфинале. Тоже не дошли туда. По пенальти мы проиграли. Заслуженно, можно сказать, потому что в прошлом году они были сильнее. В этом году мы немного потренировались. Думаю, вот есть результат. Слава Богу, без одного поражения только одна ничья. Благодарю команду нашего руководства, что всех собрали, разрешили поиграть. Ну, и, конечно, представителям спасибо, что пригласили нас сюда. Все на нормальном уровне, можно сказать. Благодарю. Именно благодаря таким турнирам представители юридической профессии нашего региона объединяются, уверены в Одесской юрокадемии. В свете предложенных в последнее время Верховной Раде законопроектов юридическая профессия как никогда нуждается в поддержке и внимании. Вся юридическая общественность, она категорически выступила против того законопроекта, который недавно был внесен в Верховную Раду о юридическом образовании. И народный депутат Сергей Кивалов также выступил с острой критикой предложенной концепции и разрабатывает альтернативный законопроект, который, во-первых, включит все лучшие европейские мировые наработки. Почему? Потому что, имея опыт представления нашего государства в Венецианской комиссии, в Парламентской ассамблее Совета Европы, конечно же, он знает, какие лучшие изменения надо вносить в юридические профессии, в юридическое образование и так далее. И сегодняшнее мероприятие, и целый цикл других мероприятий, который был представлен на этой неделе, направлен на то, чтобы подчеркнуть, во-первых, значимость, а во-вторых, массовость юридической профессии.